качество настоящего мужчины то что я классно ухаживаю это какое мое качество что я заботливый как ты поймешь что перед тобой настоящий мужчина сердечко почувствует интуицию услышит чтобы ухаживал чтобы уделял внимание был симпатичным за финансовую часть в отношениях отвечаю я ты не обязана об этом париться тревожиться и беспокоиться а где же встретить такого мужчину привет меня зовут ярослав самойлов я психолог и прежде чем мы перейдем к этому наиважнейшему видео прямо сейчас ставь лайк подписывайся на канал и обязательно обязательно смотри это видео до конца и так наисветлейшие мои мы говорим на очень важную тему качество настоящего мужчины и здесь как и во многих других темах есть много иллюзий искажений и затем если у большинства женщин спросить а что же за качество настоящий мужчина как ты поймешь что перед тобой настоящий мужчина знаете что мы услышим я почувствую но я почувствую мое сердечко почувствует моё моя душенька почувствует этого человека да если посмотреть на статистику разводов на статистику расходов то мы можем взять как что сердечко очень так дает сбои у женщин и сильно ошибается до при выборе мужчин особенно если послушать сколько всяких абьюзеров недостойных мужчин внезапно оказывается возле женщины и она понимает это только со временем поэтому я бы хотел затем чтобы мы не просто так как бы отвечали сердечко почувствует интуицию услышит а разобрали более детально эту тему с конкретики потому что я люблю я как мужчина логического склада ума люблю конкретику что я вижу что женщины они воспринимают вот мужчина уделяет внимание он ухаживает он уделяет внимание он весь такой старается он конечно же симпатичный и и я вижу что этого комплекта плюс-минус достаточно для того чтобы расположить к себе большинство женщин я понимаю что некоторые скажут ярослав а это не про меня что это ты это не про меня ты вообще про как непонятно про кого рассказываешь возможно не про тебя я сейчас говорю про большинство если ты не входишь по описанию к этому окей все равно смотри это видео до конца я просто постепенно двигаюсь так вот чтобы ухаживал чтобы уделял внимание был симпатичным потому что если он не симпатичный ну неприятно на него смотреть так вот смотри если вот симпатичность ухаживание и уделение тебе времени скажи какие каким образом эти штуки имеют отношение к качествам мужчины если я симпатичный это не мое мужское качество это просто ну моя внешность которой я родился и которую себя там не испортил скажем так то что я классно ухаживаю это какое мое качество что я заботливый что я какой и вы сможете сказать да что до ярослав это значит что мужчина заботливый нет а я не согласен потому что если мужчина классно ухаживает это значит ровно одно значит он классно ухаживает и это не равно гарантия того что он будет таким же классным ухаживателем после конфетно-букетного периода и это вообще не про мужское качество потому что в В моем понимании, ухаживающий мужчина это, ну поймите, есть мужчины, которые понимают, что я сейчас постараюсь для этой женщины, заполучу там, что от нее хочу, и дальше можно расслабиться. Поэтому это не мужское качество. Или что мужчина уделяет время и внимание. Это тоже не равно, что он это будет делать гарантированно в семейной жизни. И если мужчина на стадии очарованности, влюбленности, на первых стадиях классно ухаживает, уделяет внимание, это значит ровно одно. Это о чем говорит об этом мужчине? Говорит только об одном, что когда этот мужчина заинтересован в женщине, то он классно ухаживает и уделяет внимание. Вы сможете мне задать резонный тогда вопрос. Ярослав, ну что ж ты нас запутываешь? А как же тогда понять мужские качества? А как же тогда определить, какой мужчина передо мной, если не по тому, что ты здесь говоришь? Я понимаю, что ухаживать и уделять внимание это приятно для женщины. Я считаю, что зрелая женщина это та, которая видит мужчину, скажем так, насквозь и без того, что он устраивает концерты перед ней. Ты понимаешь, если, вот смотри, я перед тобой как мужчина, и если ты во мне, вот я в спокойном состоянии как-то с тобой общаюсь, как-то отвечаю на вопросы, как-то с тобой взаимодействую. И если ты в этом состоянии не можешь определить, а передо мной кто сидит? Нищеброд, мужчина, актер. И ты не можешь понять, а ты сомневаешься, мужчина ли это или нет? И чтобы мне тебе доказать, что да, я достойный мужчина, мне нужно устроить тут какой-то пир перед тобой. То есть тогда это о чем говорит? Что ты говоришь, что я та женщина, которой на сегодняшний день я не разбираюсь мужчина. Я вообще их даже не замечаю, и чтобы я заметила мужчину, мне нужно вот как-то, чтобы он устроил какое-то действо. И поймите, я вас не осуждаю и не критикую, я просто рассуждаю слух. И надеюсь, что вы слышите, ну, некое зерно, ну, как бы, некую суть вы слышите в этих словах. Поэтому давайте мы здесь перечислим все-таки качества мужские, так как тема у нас качества. Что такое мужские качества? Да, вы тоже скажете фразы, там, ответственный, мужественный, честный. Но поймите, вы не знаете, что такое ответственность. Ну, как не знаете? Если я спрошу 10 разных женщин, как ты поймешь, что мужчина ответственный, ну, я услышу фразу в стиле, ну, вот если он говорит, то он делает. В смысле он говорит, я приду 8 на свидание, пришел 8 на свидание, это значит, я ответственный? Или если я сказал, свои носки уберу завтра утром, я их убираю, это значит, я ответственный? Или же это что? Что такое ответственность? Это размытое понятие, да? Но я считаю, что это мужское, это мужское качество, это действительно мужское качество ответственности. Но для себя бы понимать, убедиться в том, что вы понимаете значение этих слов, которые вы говорите, которыми вы мыслите. Как понять, что мужчина ответственный? Конечно же, только по действиям и поступкам. Именно поэтому я сторонник концепции совместной жизни мужчины и женщины. Так вот, я считаю, если я готов жить с тобой, и я прям готов, ну, не просто на словах, а на деле, это про ответственность или нет? Я считаю, что это больше про ответственность, чем про то, когда я пообещал убрать носочки и убрал их, или пообещал принести чай и принес его. Поэтому совместная жизнь, это значит, я принимаю ответственность за эту женщину, как минимум то, что я готов с ней жить. Дальше. Если я не просто готов жить с женщиной, а еще я готов для этого снять квартиру, или для этого купить квартиру, или же, если я сам живу, для этого готов, так сказать, впустить ее в свою жизнь, это про ответственность? Да, это про ответственность. Это про то, что я готов быть в какой-то уже большей форме ответственным в отношениях с этой женщиной. Если я обеспечиваю, я говорю, что за финансовую часть в отношениях отвечаю я, ты не обязана об этом париться, тревожиться и беспокоиться, и быть из-за этого в стрессе, и засыпать, и просыпаться в стрессе, на что завтра мы будем кушать, мы или наши дети. Вот я считаю, что это тоже форма ответственности. Если вы можете мне привести еще другие конкретные формы ответственности, я буду рад это прочитать в комментариях, ваше мнение, как вы понимаете, что только не общие слова, там, мужчина говорит и делает, это общие слова. Потому что я тоже могу сказать, что да, я приеду домой с работы в 9, а приеду в 10, это же не значит, что я безответственный, я, может быть, задержался на работе. Следующее мужское качество, про которое я хотел бы упомянуть, это цели, направленность, целеустремленность, ориентация на цели. В английском слове есть такой термин, goal-oriented, да, это цели ориентированные, если прям дословно по-буквенно переводить. То есть получается мужчина, который смотрит куда, его взор направлен куда? Да, вперед, он не мыслит старым, он не мыслит старыми сожалениями, старым чувством вины, и он не находится в пассивной позиции. То есть если человек находится в пассивной позиции, это уже говорит о том, что он не цели ориентированный. Он ориентирован на что? На пассивность. Да, то есть если я ничего не делаю, или же, или, например, да, я хожу на работу, но там совершаю одни и те же действия, тогда у меня ориентация на что? Не на цель, у меня ориентация на что? На стабильность. То есть я ориентируюсь на стабильность, и мне важно вот как бы быть зафиксированным на... Я не говорю, что это плохо, это просто факт. А есть мужчины ориентированные на пассивность? Пассивно ориентированные мужчины. То есть это не те, кто даже им важна стабильность или движение вперед. Ему вообще важно, ну, как бы у него ничего не получается, и он находится в осуждении внешнего мира. Он осуждает президента, депутатов, правительства, другие страны, там, *** осуждает и прочее, хотя это вообще никак не влияет на его результаты, да? Поэтому я считаю, что важное мужское качество – это цели ориентированности. При этом я могу сказать, что мужчина, который ориентирован на стабильность, я не могу сказать, что это не мужское качество. Это тоже мужское качество. Но тут вопрос, какой уровень, что для него стабильность? Потому что для кого-то стабильность – это, условно говоря, там, 300 долларов в месяц, для кого-то 1000 долларов, а для кого-то стабильность – это 10, ну, разные цифры, да? Ориентация на стабильность либо на движение вперед – это мужское качество. И как его определить? Не по словам, не по тому, как мужчина на свидании, либо дома рассказывает, как он там что-то хочет. А нужно ориентироваться на то, что он действует или нет. Если ты только познакомилась с мужчиной, то самый лучший способ понять, действительно ли он целиориентированный, это разобраться, а какие у него достижения, какие у него изменения, какая у него динамика за последние два года. И если там динамики никакой нет, то понятно, что никакой там целиориентированности нет. Если ты живешь с мужчиной какое-то время, ну понятно, что ты тоже можешь уже точно дать оценку его вот этому качеству, присутствию либо отсутствию. То есть есть ли у него это. И если он просто лишь разговаривает о каком-то светлом будущем, но при этом динамики движения нет, либо она есть, но у него ничего не получается, он быстро все бросает и быстро приходит в состояние, что он сдался, то это тоже, ну, какое-то понимание, что из себя представляет этот мужчина. Поэтому, возвращаясь, я считаю, что либо целеустремленный, либо мужчина, у которого цель – это стабильность. Это тоже цель. У кого-то из мужчин может быть цель – это постоянно идти вперед, вверх, а у кого-то, может, цель – это стабильная, размеренная, комфортная жизнь. И я в этом плохого ничего не вижу. И более того, я считаю, что в какой-то степени у нас есть некий миф, что всем женщинам нужен миллионер, или какой-то там олигарх, или какой-нибудь там супермен с мультибизнесами международными. Я считаю, что это миф. Я считаю, что большинство женщин, которые мечтают о мультимиллионерах, они не знают, кто это такой. Они даже не представляют, они видят позитивную сторону, что, ну, вот он мультимиллионер, и мы будем кайфовать. Но она не видит обратную сторону, что происходит, какая жизнь, когда этот мультимиллионер проживает не самые легкие времена, в этап в своем там бизнесе, в своих делах. И эта жизнь часто, ну, гораздо сложнее, чем жизнь с мужчиной, который ориентирован на стабильность. И я ни в коем случае не призываю вас отказываться от каких-то своих целей, желаний. Я просто за то, чтобы вы определились, куда вам, и что для вас есть комфортно, и что некомфортно. И чтобы вы не велись на какие-то придуманные идеалы, да, что обязательно у каждой женщины, например, должен быть там миллионер. Я считаю, что не обязательно. Да, и важно понимать, что, ну, если мужчина там последние годы, он какой-то такой, ну, он склонен к какому-то образу жизни, динамике в жизни. Но не нужно одевать на себя корону и думать, что ты та, которая его изменит, ты та, которая взломает его код. Да, такое может быть, да, такое бывает, происходит, но это скорее исключение, чем правило. И зачастую это происходит в тех семьях, где женщина особо и не хотела этого делать. Там, где женщина поставила цель, там, мужчину, там, вдохновлять его, вдохновлять, вдохновлять, обычно это плохо получается, потому что фокус ее внимания не на ней самой, а на мужчине. А это большая ошибка. Следующее мужское качество – это отношение к женщине, потому что мужчина может быть, собственно, достойный, вроде бы как, и по многим меркам суперклассный, но при этом он может к женщинам относиться. Например, частые случаи. Женщины – это изменщицы, и поэтому женщинам доверять нельзя. Или женщины корыстные, и им нужно только деньги, поэтому ни в коем случае женщине, там, деньги, подарки дарить нельзя, потому что нужно, чтобы они любили меня, например, бескорыстно. Либо же женщины – это добытчицы, да, и после рождения он ждет, когда она там родит ребенка, скорее выйдет из декрета и устроится на работу. То есть важно здесь тоже мужское качество – это то, как мужчина относится к женщине. Конечно же, заранее все вопросы можно на самом деле прояснить, можно заранее понимать, какой мужчина перед тобой, но это зависит не от вопросов, которые вы задаете. Это зависит от того, насколько ты прокачана как женщина, и тогда тебе будет достаточный максимум часа, чтобы понимать, какой мужчина перед тобой. Следующее мужское качество важное – это отношение к деньгам. Насколько у него налажены отношения с деньгами, потому что как это понять? Понять это можно, разобравшись, как этот мужчина относится к богатым людям, к богатым мужчинам. То есть у него какое мнение? Вау, молодец, он смог, у него получилось, какой он трудолюбивый, или а, он наворовал козел, или а, он там сын политика, а, ему повезло, а, он там сын мажора. То есть, знаешь, в его словах есть какое-то некое осуждение богатых людей, осуждение успешных людей, критика преуспевающих людей. Либо он, скажем так, принимает этих людей, или, может быть, даже восхищается, и это его мотивирует двигаться вперед. Либо он говорит, ой, не-не-не, это не для меня, это какой-то другой мир. По этим, скажем так, моментам можно понять, какие отношения у этого мужчины с деньгами. И я считаю, что это тоже важное мужское качество, и, конечно же, сложно, если у мужчины как бы не очень с этим дела, если он негативно относится к деньгам. И давайте просто приведу пример, еще один пример негативного отношения к деньгам. Смотри, если я говорю, этому человеку просто повезло, что он заработал деньги, какое-то количество денег. Получается, что происходит? Я считаю, я, получается, не уважаю деньги. Как-то я не уважаю деньги? То есть, я, получается, я считаю, что деньги – это что-то такое, что можно получить просто случайно. То есть, получается, я мнением о том, что человеку повезло заработать деньги, у меня подсознательность и то, что я не уважаю деньги. Потому что, если бы я уважал деньги подсознательно, я бы понимал, что просто так деньги никому не приходят. И одно дело – приходит. А еще важный вопрос, чтобы они там зафиксировались, потому что можно подняться на какой-то уровень. Но еще важно там зафиксироваться, удержаться на этом уровне, что не легче, чем подняться на какой-то уровень. Поэтому это отношение с деньгами. Следующее качество мужское, я считаю, это отношение к детям. Как он относится к детям. И не вопрос в том, любит он детей или не любит, там, любит он животных или не любит. Как он относится к физическому, применению физической силы к детям. Как он относится к тому, чтобы детей что-то заставлять делать, принуждать делать, ругать, кричать на них, унижать. Как он к этому относится. И, конечно же, хорошее мужское качество – это когда мужчина относится к детям тоже как к личностям. Не сверху вниз, а на равных. Который понимает, что физическое насилие или применение физической силы в отношениях с детьми – это нечестно, это несправедливо. Это больно и физически, и морально, и эмоционально. И это зачастую травматично для ребенка. Опять же, я сейчас здесь говорю свое мнение. Следующее мужское качество – это так называемая надежность. Но, знаете, надежность ничем лучше не проверяется, как его прошлыми отношениями. Что я имею в виду? Как мужчина расставался с бывшими? Как мужчина расставался с предыдущими женщинами? Конечно же, в идеале это понимать. Потому что, если он ее оставлял ни с чем… Например, если он просто взял и бросил ее с двумя детьми, и ушел к какой-то молоденькой девочке, например, к тебе. И кажется, ну классно, он же к тебе пришел, и ты рада. Но есть обратная сторона медали. То есть, это тот мужчина, у которого есть какое качество. То есть, это значит, что я могу просто взять, бросить женщину с двумя детьми просто резко и свалить. И пойми, пожалуйста, что если женщина, к которой он ушел, она же тоже будет чувствовать неуверенность. Потому что она будет на себя это все транслировать. Она будет понимать, что если он с одной женщиной так сделал, то, наверное, рано или поздно он может и со мной так сделать, когда у меня будет двое детей. Вот я знаю там парней, которые, когда уходили от женщин, ну расставались с женщиной в отношениях, они ее после этого обеспечивали, они после этого ей помогали. Не в смысле они становились ее спонсором по жизни. А они давали там, типа, давай там последние полгода, я там тебе полгода буду снимать квартиру, тебе давать какую-то сумму, чтобы тебе было комфортно, чтобы ты могла после нашего расставания как-то адаптироваться. Вот это в моем понимании проявление надежности. Надежность это не про то, как я говорю, я надежный, я такой пипец надежный. А вопрос вот, что, как ведет себя человек в стрессовой ситуации. Или другой пример тоже знакомого, где женщина даже была неправа. То есть у них мужчина, жена, они были там лет 10 в браке и ребенок. И, ну, если верить его словам, она его там оскорбляла, ну, скажем так, вела себя оскорбительно. Я думаю, что это, конечно же, не просто так. И когда, и он при этом все равно каждый месяц ей пересылает деньги, ей и ребенку приличную сумму. Она не благодарит, она не говорит спасибо, она все равно его критикует, она все равно его осуждает, она все равно, ну, как-то недостойно о нем отзывается. Но он все равно присылает деньги, то есть он выполняет свою мужскую функцию, ответственность за ребенка. И он это делает сверх того, это он делает не по юридическому закону, не по смысле алименты, да, там, которые он должен пересылать, там, 50 долларов в месяц, которые благодаря суду жена отвоевала. Качество надежности, оно очень похоже с качеством ответственности. Я считаю, что надежность, это, наверное, под вид ответственности, но я вам привел пример. И, конечно же, обратно, если мужчина на свидании или в отношениях, например, отзывается о бывшей плохо, оскорбляет ее и говорит, да я ей докажу, что я оставлю ее ни с чем, или она ко мне плохо относилась, поэтому я оставил ее ни с чем, или поэтому я с ней воюю, или я вообще молчу про мужчин, которые расстаются с женщиной, есть общий ребенок, и он не готов платить алименты, 2,5 копейки. Я про таких вообще молчу, то есть тут все понятно. Но это качество надежности. И опять же, это и семейные ценности, то, как мужчина смотрит на семью, это и про его мышление, как он мыслит, и, конечно же, то, что он там считает себя правым в этой ситуации, а свою жену неправой, но это и про безответственность, и абсолютную ненадежность. И если вам кажется, что, о, это он с ней, так, со мной он будет по-другому. Может быть, но очень большой риск. Наверное, вы задаетесь вопросом, можете задаться вопросом, а где же встретить такого мужчину? И я считаю, что ответ на вопрос это не в где, потому что если я вам скажу адрес, ну придете вы туда, и что дальше? Потом вы спросите, хорошо, я пришла, а как? Дело не в где и не в как. Дело в том, вопрос ключевой такой, как мне стать, как мне дойти до того уровня женственности, чтобы возле меня был соответствующий уровень мужчин. И не важно, ты сейчас замужем или нет, я не говорю, что нужно разводиться или уходить, я говорю, что если замужем, не нужно воспитывать своего мужчину, займись прокачкой себя. Если ты не в отношениях, не занимайся поиском или беготней за мужчинами, а сфокусируйся на том, как стать выше уровнем женщины для себя в первую очередь. Уровнем женственности, прокачанности себя как женщины. Более подробно эти и другие вопросы мы разбираем на бесплатном курсе «Мужчина. Честная инструкция». Как привлекать достойных мужчин и сделать правильный выбор? Как создавать по-настоящему счастливые отношения? Как перезагрузить непонятные отношения, любовные треугольники, подарки, созависимые отношения? Прямо сейчас под этим видео кликай по ссылке и записывайся на бесплатный онлайн-курс. Если это видео было полезно, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал и до встречи в следующих видео. Пока!